Вот, кстати, просто в тему тут у нас же начинают поступать вопросы от телезрителей. Максим из Владимирской области, город Ковров, задает вопрос, точнее даже сначала он утверждает, мы сейчас проверим, правильно ли он утверждает. Екатерина, скажите, как узнать, что у человека есть слух? Ну, если вы слышите, что я сейчас говорю, у вас слух есть. Вот, Максим из Владимирской области, город Ковров, говорит, слух есть у каждого, а какие есть методики для управления голосом? То есть, ну, в принципе, мы частично уже ответили, да. Это, кстати, да, вот это вот очень хороший вопрос, действительно, именно управление голосом, да, то есть, чтобы вы могли превратить ваш голос в управляемый инструмент. В этом-то и заключается, что орать-то дурниной, в принципе, дело не хитрое. Хотя тоже бывает так, что сложно человека заставить даже издать какой-нибудь звук тига. Вот такого. Ну, как-то вот не сразу получается. Не всякий издает на первом занятии, да? Не всякий. Надо еще катать, знаете, или там, бить ногами. Зачем? Надо, чтобы сам. Ну, то есть, понятно, значит, во-первых, поставили голос, будем считать, развили дыхание, закрыли глаза, даже, возможно, изучили ноты. Открыли рот. Да, закрыли рот. Вот все-таки что еще и насколько часто надо делать? Надо петь вообще-то. Просто вот часто надо петь. Кроме того, чтобы закрывать глаза. Но ведь можно же, опасность какая, можно начать петь неправильно и все испортить? Ну, все-то вы, в общем-то, не испортите. Но вот учитывая все вышесказанное, да, если вы занимаетесь дыханием, если вы машете языком регулярно, да, если вы при этом еще начинаете петь, то тогда уже процесс действительно начинает идти. На самом деле, я считаю, что заниматься пением песен и созданием репертуара нужно с самого-самого начала. Как только человек пришел, где-то занятие на четвертом, а уже начинаем работать с репертуаром. Ну, во-первых, это веселее и интереснее, да, то есть понятно, куда это все двигается. А во-вторых, на репертуаре можно отрабатывать все те же приемы и, собственно говоря, работать и с дыханием, и использовать некоторые песни в качестве вокализов, то есть пропевать их на гласные звуки. Катя, а можно такой общего плана совет попросить тебе отдать? Вот человек недавно начал заниматься, серьезно задумался о своих вокальных данных. Вот за что ему, наверное, не надо браться, за какие произведения, а вот что на начальном этапе лучше петь, там, стилистика, там, не знаю, композитора, может, какого посоветуешь? Ну, в принципе, да, здесь момент есть такой тонкий, особенно это касается рок-вокалистов, потому что человек приходит в рок-группу, и, в общем-то, принцип, по которому он становится вокалистом часто от обратного, то есть не умеешь ни на чем играть, ладно, будешь орать, дурнина, типа, тебе не жалко. А на самом деле у вокалиста самый хрупкий инструмент, и с ним как раз больше всего возни в этом смысле, что если у вас порвалась струна на гитаре, поставите новую, даже если она у вас сломалась полностью, ну, покупите новую гитару, купите новую или вам подарят. В сети магазинов Динатон, да, конечно. Дорд Мьюзик. А вот что касается голоса, то тут, к сожалению, вам Дорд Мьюзик его не подарит, вам придется самим работать над этим. Поэтому я очень рекомендую молодым вокалистам заниматься своим голосом с самого-самого начала, то есть пока вам не пришлось выплюнуть, как говорится, голосовые связки посредине концерта, это очень неприятно, и потом требуется долгий период восстановления, то есть не факт, что вы расстанетесь с голосом навсегда, но к врачу происходить придется. Вот чтобы этого не происходило, я вам советую заниматься дыханием, заниматься упражнениями вокальными, которые развивают диапазон, увеличивают возможности вашего голоса, заниматься дома, тихонечко, сам с собою, заниматься с педагогом, заниматься по интернету. Много видеошкол хороших, есть аудиошколы, то есть возможности сейчас по информации очень большие. А вот, кстати, как раз по поводу тихонечком, ведь есть такое расхожее заблуждение, что чем громче ты кричишь, тем у тебя быстрее разовьются вокальные данные. Ну, общее правило такое, вот кто разговаривает очень тихо, вот тем надо громче кричать. А кто разговаривает очень громко, вот тому бы не мешало немножечко поучиться звучать на закрытом звуке, на, например, на согласный М. Вот сегодня практически целое занятие этому было посвящено, потому что задача была такая, вот девушка приходит на занятие, говорит, у меня папа рано ложится спать, и поэтому я не могу дома заниматься, потому что я боюсь его разбудить, что мне делать. И я показывал упражнение, которое можно петь на закрытом звуке МММ, а на нем можно петь практически все. То есть вы берете любую вашу любимую песню, на дыхании, на хорошей опоре, в позиции, пропеваете ее на закрытом звуке. То есть вас практически не слышно, вы никому не мешаете, но вы работаете над голосом и совершенствуете свой голос. Я даже читал, что вот в классическую школу постановки голоса Белькаунта входит чуть ли не годовалый годовалый период начальный, когда им просто запрещают петь какие-то другие звуки, кроме буквы М. Так что можете уже начинать, уважаемые телеврители. На самом деле моя школа, она как раз тоже основана на Белькаунту, поэтому я люблю всякие такие наработки итальянцев, они действительно очень хорошие вокалисты, и владеют вот этими секретами, тайнами, которые накапливались столетиями на самом деле. Так что у них есть чем поучиться вокалисту любого жанра. Хорошо, Катя, вот так скоренько отвечаем на вопрос провокационный. Владислав из города Сыктывкар спрашивает, что Екатерине ближе, человек, поющий сердцем, но не поставленным голосом, или человек, поющий грамотно, но без души? Оба. Оба. То есть оба молодцы, по большому счету, да? И если прислушаться к нашим советам, посмотреть соответствующий материал, а еще лучше поступить на учебу в студию Musicway, то у вас и у того, и у другого все получится. Интересно, Владислав, а вы к кому из вышеперечисленных себя относите? Вы можете нам об этом еще сказать, потому что мне кажется, вы серьезный претендент на сегодняшний приз, ибо вы задали еще один вопрос. Как вы считаете, это Екатерина, вам вопрос. Как вы считаете, рок приближает конец света, или наоборот отдаляет его? АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, он приближает начало света. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасный вопрос, прекрасный ответ. Значит, вот я не знаю, успеем ли мы обсудить, но вопрос-то я задать точно успею, а уж там посмотрим. Вопрос такой, опять же, учитывая, что мы сегодня рассматриваем экстремальные техники вокала, вот как и надо ли, а если надо, то как, ухаживать за голосом параллельно с вот этими ужасными криками, хриплыми. Да, вот как раз вы задали еще вопрос репертуара, тоже, кстати, очень хороший. Могу ли я что-то посоветовать? Да, могу. Опять же, я могу посоветовать ребятам, поющим в экстремальных техниках, заниматься чистым звуком, то, что называется клином. И на чистом звуке петь композиторов, профессиональных композиторов. Ну, например, попробовать петь романс. На самом деле, в свое время, даже у нас еще в России и во время перестройки, как раз народ очень активно начал, рокеры стали вдруг петь романс. На самом деле, было очень много удачных каких-то в этом смысле наработок, мне очень нравится. И я тут как раз в этом сезоне предложила рокерам-экстремалам попробовать сделать вот такой проект, когда каждый споет что-нибудь из русской классики. Надо сказать, что многие откликнулись с интересом, поэтому вот жду. Мне кажется, вот такая фантастическая популярность различных рок-баллат именно в нашей стране, она обусловлена, конечно, генетической тягой российских граждан к протяжным романсам, или там выходишь на берег реки и долго тянешь один звук. Друзья мои, дозваниваемся по телефону 645-9297, издаем различные протяжности звуки, выигрываем призы. И, может быть, успеем еще быстренько? Не успеем быстренько. Значит, все остальные животрепещущие вопросы, связанные с рок-вокалом, обсудим после рекламной паузы на телеканале О2ТВ. Маленькая девочка со взглядом волчица, я тоже когда-то был самоубийцей. Оно и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама. Но если не брать во внимание пьянство и наркоманию... 25 лет на сцене. Производитель гитар Крафтер поздравляет легендарную группу Крематорий с юбилеем.